Заказать бракосочетание в режиме онлайн теперь можно в Екатеринбурге. Для этого будущим супругам необходимо лишь паспортам. Услуга заработает уже через неделю. Юлия Першина продолжит тему. Павел и Анастасия поженились два года назад. Дату свадьбы 4 сентября определили заранее. Именно в этот день удавалось собрать вместе многочисленных друзей и родственников. Подать заявление в ЗАГС пошли раньше на целые сутки. И поняли, планы на этот день были еще у нескольких десятков женихов и невест. Мы подъехали, в списке уже было больше 20 пар. Мы заняли свою очередь и мы провели ночь около ЗАГСа. Утром, когда мы проснулись, было рано, еще около 7 утра. На улице шел дождь, но уже около ЗАГСа было очень много народа. Люди стояли кто под зонтами, кто под навесом. Заветную дату в итоге им получить удалось. И обессонная ночь возле ЗАГСа супруги ничуть не жалеют. Впрочем, идти на такие жертвы женихам и невестам больше не придется. Теперь подать заявление и забронировать день и время можно с помощью сети интернет. Для этого жениху и невесте нужно зарегистрироваться на едином портале госуслуг, зайти в нужный раздел и заполнить форму. Сегодня мы с вами выбираем дату. Ну вот 1 сентября. Выбрали дату, нас она устраивает. Да, мы хотим с вами зарегистрировать брак 1 сентября. Вот мы выбираем время. Ну, берем, к примеру, скажем, ну 10 утра нам хотелось бы, да? Все. Мы выбрали. Заявка со всеми данными жениха и невесты преобразуется в заявление и спустя какое-то время попадет в нужное отделение ЗАГСа. Вот наш график на 1 сентября. Вот пара подала заявление на 10 часов. И вот это время зарезервировано уже показывает. После этого на электронную почту влюбленных должно прийти оповещение, когда им нужно подойти в ЗАГС и подтвердить свои намерения вступить в брак. Специалист сверит все полученные через интернет-данные и окончательно закрепит за женихом и невестой заветное дату и время. По Екатеринбургу новый сервис заработает 7 июля. По области чуть позже. Впрочем, новая система вовсе не отменяет старую. В ЗАГСах обещают. День и время, чтобы пожениться, найдется и для тех, кто пока не знаком с высокими технологиями. Юлия Першина, Александр Плюснин, информационная программа «День». Екатеринбург.